Всем добрый день! Приветствую вас на своем канале. Меня зовут Олеся. Сегодня будем готовить итальянское молочное печенье по рецепту Лаур Роси. Печенье очень простое и очень вкусное. Получается много. Ингредиенты самые простые и доступные. Для приготовления нам потребуется 2 яйца, 160 г сахара, 1,25 ч.л. соли, 8 г разрыхлителя, это 2 ч.л. под нож, 90 г молока, 125 г размягченного сливочного масла и муки 500 г. Мука у меня уже просеяна. Добавляем к муке разрыхлитель, соль, сахар. Все соединяем. Добавляем мягкое сливочное масло. Делаем небольшое углубление. Вливаем сюда молоко и 2 яйца. Яйца можно предварительно размешать вилочкой. И все. Замешиваем мягкое эластичное тесто. Тесто должно получиться мягкое, эластичное. Легко формоваться должно. Не прилипать. Как только мука берет в себя все жидкие составляющие, переходим на рабочую поверхность. Обычно ничего не добавлять, не убавлять не требуется. Очень четкий проверенный рецепт, четкие пропорции. Но вдруг у вас мука более сухая, маловероятно, но может потребоваться чуть-чуть щепотка муки. Тесто такое вот мягкое, не липнущее. Можно прикрыть той же самой миской, где делали замес. И минут 5-10 пусть тесто полежит. Все компоненты хорошо соединятся. Оно станет еще более гладкое, податливое, эластичное для формовки. Тесто отдохнуло. Теперь нужно поделить его на части и раскатывать. Я поделю на пополам и каждую на 3 части. Раскатываем теперь длинную полоску толщиной примерно с палец. Можно раскатать сразу несколько. Подобный, кстати, есть рецепт печенья тука с прошлого года, с прошлого лета на растительном масле. Можете посмотреть тот вариант. И теперь просто нарезаем примерно одинаковыми кусочками по несколько сантиметров. Сантиметров по 5 примерно. И кусочки выкладываем на лист, застеленный пергаментной бумагой. Сформировали печенье, оно очень-очень быстро формуется. Выкладываем на лист и отправляем в духовку, разогретую на 180 градусов. Предварительно перед выпечкой, по желанию, можете присыпать сахарной пудрой. Либо сахарной пудрой с ванильным сахаром, либо сахарной пудрой с корицей. Получается выход печенья 2 больших листа. Печенье получается очень вкусное, улетает мгновенно. В оригинале называется молочное, но мне оно напоминает такие кусочки дерева, дровишки такие, я бы сказала. С такими небольшими микро-микротрещинками, похоже, как будто кора по дереву. Сверху получается хрустящее, плотноватое, а внутри мягенько остается. Очень-очень вкусное, действительно с таким сливочным, насыщенным молочным вкусом и ароматом. Я даже не стала добавлять ваниль в него, чтобы не перебивать этот нежный вкус и аромат. Но вы по желанию, конечно же, можете добавить. Готовьте с удовольствием, очень вкусно. Приятного вам чая, кофе, питья, вкусного молочного итальянского печенья. Мы с вами увидимся скоро в следующем видео. Подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы не потерять этот рецепт. До скорой встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok